Друзья, если вы любите летсплей по сампу, тогда я могу порекомендовать вам классный канал AlexLamin. На нём вы найдёте много видеороликов по сампу, а именно на AdvancedRP, DiamondRP, а также по КРМП. Парень старается делать качественный контент и это довольно неплохо у него получается. Так что заходите и оцените его старания и не забудьте подписаться. Ссылка в описании, а я желаю вам приятного просмотра. Перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Коди Равлу с AdvancedRP Purple, Данилу Агению с AdvancedRP Yellow, Джеймсу Дэниелсу с AdvancedRP Purple, а также передаю привет Александру Абрамову и всей его семье с AdvancedRP Purple. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то напишите в комментариях под этим роликом Райли, передай привет с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете и я обязательно его передам, а мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Райли, рад приветствовать вас на своём канале и я продолжаю играть в GTA Коминальную Россию на проекте КРМПРП, а именно на четвёртом сервере. Что ж друзья, у меня какие-то сильные лаги на этом респавне, ну да ладно, не будем на них обращать внимание, так как это КРМП, тут много всяких текстур, модпаков и тому подобное. Как вы помните, в прошлой серии мы вместе с Бандитом купили мне тачку, и ему тоже купили тачку, он купил себе крузак, а я себе вот такую вот восьмёрочку. Давайте-ка в неё сядем, вот такие вот блатные номера у меня, 556, там вот такой вот номер, в общем давайте теперь в неё введём, лог 1, она оказывается открыта, нифига себе. Ну в общем, в принципе она же спавнится только тогда, когда я захожу в игру. Так, заводим двигатель, так у нас всё, мы едем, включили фары, и аккуратненько едем на моей тачечке, классная в принципе восьмёрочка, друзья. Отечественный автомобиль, бюджетный вариант для бомжей, таких как я в принципе, 269 тысяч, это в принципе не бомж. Ну да ладно, не будем об этом, давайте я вам расскажу, чем мы будем сегодня заниматься. Мне многие писали, что я проиграл в КРМП и поработал таксистом, да, довольно интересная в принципе работа, я здесь на ней не работал, я работал только вот этим вот маршрутчиком, довольно тогда вот не очень прибыльная работа, в принципе работа бульдозериста намного прибыльнее, в принципе за час можно на ней заработать 20 тысяч. Если вы не смотрели про работу бульдозериста, то кликайте по нотации на экране или подсказке, которая высветится в правом верхнем углу экрана. Я думаю вам будет интересно, ну вот в принципе мы подъезжаем к таксистам, а хотя нет, друзья, я что-то перепутал, блин, навстречку выехал, ну ладно. GPS надо, друзья, ввести, работа таксиста, где у нас находится там. А, нам же надо еще в принципе устроиться на нее, елки-палки. У меня, кстати, друзья, третий левел, у меня там сколько там XP-то уже, сейчас посмотрим. Да, вот 3 XP из 24, довольно неплохо, мы устроимся сейчас на таксиста, сейчас вот она, мэрия как раз, я, кстати, на нее и ехал, только что-то заговорился и врезался, навстречку выехал. Так, все, выходим, я забыл заглушить двигатель, ну да ладно, в принципе заходим. Так, прогружаемся, все, прогрузились, и отдел занятости. Сначала увольтесь с прежней работы, quick, quit job, вы уволились, все, теперь вы безработный. Водитель такси, друзья, вот, 3 года про выживание, список команд, по работе, а, ММ, ММ, друзья, ММ, забыл, ах, ТМН тоже можно. Так, список, нет, вот GPS вроде, друзья, GPS. Так, по работе, подработки, база такси, друзья, база такси, интересно, далеко находится? Нет, недалеко находится, садимся в мою тачку, открываем ее и едем, вроде, в общем, до базы такси, арендуем там какую-нибудь, не знаю, таксишку, там же я помню, видел, у вас в машине закончился бензин, нужна заправка. Понятно, в общем, друзья, у меня еще бензин кончился. Ладно, ладно, в общем, я тогда добегу пешочком, или заправлю тачку, в общем. Что ж, друзья, вот она, база такси, хорошо, что здесь находится все рядом, и далеко бежать не пришлось. Вон вдалеке какие-то Логаны стоят, ну, я так думаю, так как это криминальная Россия, все-таки Россия, я думаю взять старую добрую Волгу, на которой катались, ездили ваши родители, там, бабушки, дедушки, в советское время, в общем, вот так. Я, конечно, не ездил на Волге, я ездил только на Логане, которые везде у нас в России есть в такси, их очень много, в принципе, так что давайте теперь, чтобы установить цену проезда, нажмите Fair, введите Fair, давайте введем, не знаю, давайте 30 рублей за посадку, как у нас в России, и заводим двигатель, и едем, в принципе, главное никого не задавить, а то будет очень плохо. Блин, друзья, вот вы видите, я только что сейчас задавил бабжа, я не знаю, как это произошло, но вы сами видели все. Так, мы нарушили правила сервера, ДБ, 2 звезды у нас, короче, друзья, это очень плохо, ну ладно, главное не превышать скорость и не попасться полицией. Хотя, я думаю, друзья, нам в следующей серии, я думаю, как-нибудь вступить в полицию, если это возможно вообще, или сначала в армию. Так, мы врезались, конечно, попортили нашу тачку, ну и сейчас будем искать, друзья, первого клиента. Вот, друзья, наш первый клиент, куда напишем, куда, Александр Таринов, Таринов, он сейчас, не знаю, куда нам скажет ехать. Так, до станции, хорошо, чувак, до станции, так до станции, мы едем до станции, все по ПДД, друзья. Это мне очень нравится, так как, не знаю, это улучшает РП, нежели там на Адванте, конечно, такого нет. Если бы, конечно, добавили, то, ну я думаю, там бы никто не играл, да, вот сам самп, это сам, сама, ой-ой-ой-ой, видите, я чуть не превысил скорость. То есть самп, это совсем другая вообще игра, нежели КРМП, это совсем разные вообще вещи, и у них свои фишки, и все такое, в общем, вы, наверное, поняли, о чем я. Так, нам надо поворачивать вообще из крайней правой, из крайней левой, в любую полосу, в принципе. Вот так вот, вы, наверное, знаете, вы, наверное, видели то, что у меня на снефа ВКонтакте, я опубликовал то, что я получил права, друзья, да, все правильно, я получил права, у меня теперь есть водительские права в реальной жизни. Это довольно круто. Так, все, мы привезли своего первого клиента, теперь мы ждем второго клиента, вот они, наши клиенты, отлично. И он нас вытолкнул, козлина. Ну ладно, в общем, куда ехать? До аренды скутеров, пожалуйста. Окей, чувак, до аренды скутеров. Теперь мы должны где-то здесь развернуться, друзья. Разворачиваться мы будем, в принципе, вот тут вот, на перекрестке. Вот наш поворотник включили, конечно, мы криво стоим, но да ладно, это все-таки, друзья, игра. В ней не надо зацикливать такое острое внимание, ведь в реальной жизни, наоборот, надо еще больше зацикливать, нежели в игре. В игре так можно, в принципе, нарушить, она там простительная, все. И теперь мы должны повернуть направо. В принципе, друзья, тут такси намного лучше, нежели на Адвансе. На Адвансе никто не сядет в твое такси, не знаю почему, но, в принципе, наверное, это все из-за вот этих машин, которые здесь заменены. Они еще больше, там, не знаю, ажиотаж такой делают, то есть, становится играть интереснее. То есть, вон у тебя такая вот советская Волга тебя везет, там, не знаю, копеечка тут рядом проезжает, хотя копеек здесь не видел, тут вроде их нет. И шестерок, в принципе, не видел. Ну да ладно, я думаю, их в скором времени добавят, хотя, не знаю, не знаю, в принципе, на КРМП не знаю, что еще интересно, много добавят. Так, снижаем скорость, а то у нас тут стоит радар, который нельзя нарушать. Так, все, мы объехали. Так, все, мы подъезжаем уже к аренде скутеров, этот чувак нарушает правила дорожного движения, еще как. Так, все, мы поворачиваем, вот тут у нас, там, чувак, аренда скутеров. Ну ладно, в общем, друзья, второго клиента мы довезли, давайте-ка и третьего, в принципе, довезем, я думаю, их тут много будет. Вот, друзья, и третий наш клиент подошел уже, теперь нам скажем, куда едем-то. Чувак, куда? Надо, главное, смотреть на чат, потому что над именем не воспроизводится та информация до Арзамаса, автостанции. Окей, чувак, Арзамас у нас где находится? Так, автобаза Арзамас, она находится у нас, конечно, наверное, очень далеко. Да, друзья, она охренеть, как далеко находится, извините за такое выражение, но нам придется ехать через всю область, в общем, едем, друзья. Да, я думаю, этот парень не выскочит раньше времени, потому что это работа таксиста, не знаю, через сколько там, каждые 30 секунд, походу, тариф обновляется, то есть, каждые 30 секунд тебе 30 рублей приходит. Так, мы поворачиваем налево, я, конечно, наверное, светофор не посмотрел. Так, пропустили радар, отлично, не нарушили ничего. Это, скорее всего, из-за моего низкого тарифа люди садятся ко мне, и чувак пишет, я звоню админу, типа, он это, наверное, на меня жалобу, что ли, кидает. Ну, ладно, пофигу, вообще, это все вот эти вот разводы, типа, я звоню админу, да, вот эти все, админ мой друг, он тебя забанит. Нет, друзья, это все бред, это как это все с Майнкрафта, друзья, прошло, потому что в Майнкрафте, я не знаю, играет много людей очень маленького возраста. Можно сказать так, вы поняли, о чем я, так, мы вроде правильно едем, нет, друзья, мы неправильно едем, конечно, ну ладно. Едем, 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 в общем, друзья, я, наверное, довезу его кое-как, как-нибудь, я не знаю, как тут ехать, в принципе, он заказ далекий сделал, так что мы, и не, мы все правильно, друзья, едем. Так, вот, все поворачиваем направо теперь, чуваки тут уже сталкиваются, вот так вот, в принципе, друзья, здесь надо, здесь нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что админы здесь над всем следят. Вот эти вот Константины всякие, Джонни Брауны, вот если вдруг ты нарушишь, и как раз у меня зарплата, друзья, получилась, отлично. Я заработал, в принципе, 360 рублей, это нормально, и я думаю, сейчас мы еще больше заработаем. В принципе, наверное, друзья, не буду вас томить своей болтовнью, и я уже, наверное, продолжу тогда, когда я уже довезу этого чувака до разомаса, и посмотрим, что уже будем делать дальше. Так, друзья, и въехал я в город, и совсем чуть-чуть осталось, я останавливаюсь на каждом светофоре, если-ка он красный. Мне этот чувак пишет, типа, едь быстрее, нарушай, в общем, быстрее он и вышел, короче. А, хитрый, я понял, чуваки, он хитрый, потому что он не хочет платить за мои остановки, ну ладно, в общем, вот уже вон чекпоинт, мы почти близко, и я почти выполнил этот заказ, сейчас посмотрим, сколько мы заработаем. Я думаю, не много, но, я думаю, это того стоит, ведь на таксишке довольно интересно работать. Так, ну ладно, в общем, проезжаем дальше, в принципе, мы поворачиваем налево, уже чуть-чуть нам осталось, я думаю, нарушить, думаю, не кикнет нас админ. Так, вот, вот мы уже приехали, вот она наша база, вот, всё, мы приехали, отлично, всё, он выпрыгнул, и мы заработали, сейчас давайте закончим работу, тут вон такие вот гробовозки в Волге стоят, а мы на такой вот, типа, седана. Ну ладно, заканчиваем, друзья, работу, как-то закончить работу-то, меню, меню, список команд, основные команды, вот, по работе, accept, accept, это что, accept, ага, fair. Всё, рабочий день, друзья, завершён, 690 долларов, 690 рублей мы заработали за вот этот заказ, это немного, конечно, на маршрутке мы заработаем, конечно, побольше и побыстрее за это время. Ну ладно, это всё-таки, друзья, такси, это какое-то вносит разнообразие в КРМП, РП, ну и я думаю, вы довольны то, что я сделал, вы просили, что я бы поработал на работе таксиста, и я думаю, вам понравилось, друзья, и я думаю, тогда закончим на этом нашу серию. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы впервые, а также ждать новой серии по GTA Криминальной России, ну а с вами был Райли, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok